Как мужчина становится успешным благодаря женщине? Женщина, допустим, ей тяжело со мной работать, допустим, она чувствует, что она устает постоянно. Она думает, может, я не на той работе работаю, может, мне ее сменить. И эта постоянная тема у нее в сердце живет. Понимаете, женщина предназначена для того, чтобы дарить вдохновляющую силу. Она предназначена для того, чтобы воспитывать детей, для того, чтобы создавать атмосферу отдыха для мужчины, чистоты, уюта. И для того, чтобы вдыхать в него вот эти силы, побеждать. Женщина поэтому по природе склонна к молитве, к чистой жизни возвышенной, ради кого-то. То есть она не может ради себя это делать. Она может делать это только ради кого-то. И когда женщина так настроена, то есть вдохновляющая сила через ее сердце идет, она становится очень сильной. То есть она реально способна горы смирнуть, но не сама, а с помощью своего мужа. Понимаете, для того, чтобы это произошло, она должна его принять сначала таким, какой он есть. Потому что, когда она ему сопротивляется, капризничает, она гасит его. Женские капризы гасят мужчину сильнее всего. Вот капризничает, то не так, это не так, то не так, это не так. Она его гасит просто. Если хочешь, чтобы он развивался, тогда прими его, начни вдохновлять. Говори, что ты хороший, у тебя все получится. Да, мой дорогой. И он такой... Ну, когда он будет становиться сильнее, то он чуть-чуть обнаглеет сначала. А вы просто дистанцируйтесь, не разговаривайте с ним в это время. И вы почувствуете, что ситуация под контролем, уже стала под контролем.